Продолжение следует... Кто-то встает на сторону того, что наша страна пошла на такое видимое сближение с Эрдоганом, с Турцией, значит, кто-то идет категорически против, ну, против такие, как у нас, как Багдасаров, естественно, по своей армянской натуре, конечно, естественно. Упрощенно говорит, но, по сути, определенное лобби есть. Много говорит полезной информации, которой прислушиваться, конечно, стоит, тем более человек действительно грамотный, работающий в спецструктуре. Вот. Сатановский тоже против этого всего постоянно настраивает, значит, так негативно по поводу этого. Ну, есть такие аналитики, которые встали полностью на сторону вот этой вот позиции сближения, такие, как авторитетнейший аналитик и философ, это Александр Дугин, с ним Александр Сатниченко, тоже молодой, но довольно перспективно известный аналитик и политолог. Вот. Средние такие есть, такие подходы, ну, у наших политологов, такие, как Михеев, там, Дмитрий Кульков, ну, они сейчас, значит, на широком таком обозрении, ну, и перечислять даже не имеет смысла. Поэтому говорить об отношении вот этого союза России и Украины, ну, имеется, конечно, смысл, но хотелось бы что-то... Оговорить. Союз России и Турции, да. Союз России и Турции. Ну, хотелось бы интересное что-то еще из этого вытянуть, такое, о чем никто не говорит. Вот. У нас, в наших передачах участвует Дмитрий Чекмарев, действующий сотрудник МВД Российской Федерации, человек, занимающийся плотно такой профессиональной аналитикой в системе МВД, поэтому с ним, вот, его мнение очень интересно. И я, вот, Дмитрий сейчас осветит свое видение вот этих всех проблем, я заодно бы хотел попросить осветить еще такую проблему. Много лет, последних лет в нашей стране перед угрозой вот такого терроризма исламистского звучала такая организация, как Хизбут Тахрир, которая охватывала в основном татарские, башкирские регионы, значит, крымских татар, ну, и уходила туда в Узбекистан, в Кыргызстан и так далее. И все всегда говорили, что там корни спонтуркизма, и все это спонсируется со стороны Турции. Как-то не очень верится, что вот эта позиция Эрдогана, братской любви к Владимиру Владимировичу и широкая, такой обнимающая, бросающая его в свою любовь к России, как-то она вот эти все потенциально террористические организации вдруг перевоспитает и что-то наставит их на другой путь. Или может быть все-таки какое-то другое видение ситуации? Пожалуйста, Митей. Ну, я хочу немножко поправить, что в большей степени мой интерес, он не профессиональный, а увлеченность такая давняя. Да, то есть я, допустим, в свой отпуск могу поехать в Таджикистан или на Северный Кавказ, потому что мне это интересно. Меня это не оставляет равнодушным, и есть четкое ощущение, что так или иначе это может повлиять и на нашу жизнь, в том числе жизнь повседневную, обыденную, и уже влияет, если мы возьмем последние события, да, вот задержание как раз буквально вчера боевиков, исламистов с Северного Кавказа, но в Санкт-Петербурге. Нападение под Москвой, выходцев Северного Кавказа из Чеченской Республики на сотрудников ГИБДД, да. То есть это выходит за рамки регионов, те, которые традиционно мы ассоциируем с терроризмом, с насилием, жестокостью. Все это выходит за рамки, и это объективный процесс, который требует изучения, осмысления, внимания постоянного. И так или иначе, это к нашему нынешнему вновь обретенному партнеру Турции тоже имеет отношение. Действительно, та же Хизба Тахрир так прочно увязана с регионами населенными, тюркоязычным населением. То есть, своего рода тюркский мир Эрдогана, это и до Эрдогана, это была устойчивая такой тенденция, вкладывать какие-то средства, усилия в то, чтобы налаживать связи, не всегда вот такие позитивные, а иногда и противопоставляющие остальным регионам, остальному населению, как это делали турки в 90-х годах, в ходе первой кампании чеченской, там отчетливая помощь Турции прослеживалась. Идея пантюркизма. А там они не на это набирали, но помощь конкретными специалистами военными, определенной структурой связи, управления, лечения, реабилитации боевиков в Турции на своих курортах, то есть, там только часть народов, можно отнести к тюркоязычным, они смотрели шире. То есть, суннидскую ветвь ислама, даже суфийского толка, они пытались под свое влияние, в том числе в нашей стране, подчинить. Эти попытки во многом уже потеряли тот объем и усилие за последнее время, потому что центр тяжести переместился на Ближний Восток, усилий Турции. Они увидели окно возможностей в 2011 году, с началом арабской весны, Эльдоган почувствовал такой шанс вернуть былое величие Турции, какие-то имперские амбиции реализовать. Это же панасманизм. Да, потому что эта идея, она жива, бывшая империя, она сохраняет определенную историческую память и амбиции у такого лидера, как Эльдоган, они есть, и он их пытается реализовать. Что из этого вышло, мы понимаем, что определенный для нас положительный эффект, то что наряду с Турцией также такие спонсоры, как Катар, Саудовская Аравия, они переключились на Ближний Восток, увидев тоже свой шанс в том, что можно будет когда-то гипотетически проложить трубопроводы по территории нынешней Сирии, и тот же Катар сможет не только сжиженным газом торговать, но и по трубопроводам осуществляют транспортировку газа. На Джихан можно прокинуть в Турцию трубопроводы с нефтью, то есть, что интересует саудовцев. То есть, много таких перспектив, которые могли бы быть интересны Турции. Естественно, это с интересами нашей страны не совсем совпадает, мягко говоря, а иногда и прямо противоположно. Даже на нашем уровне, как бы, пекинных бронежилетов и диванных аналитиков, это видно невооруженным взглядом, что подоплека, она экономическая. Идет борьба за то, у кого будет рынок сбыта, европейский, китайский, энергоресурсов, углеводородов. И свои планы, свои амбиции есть у американцев, которые не хотели бы в этом качестве видеть ни Катар, которые со своего рынка они уже выбросили. И не только не покупают Катарский газ, но и готовы те терминалы, которые были приспособлены для приемки газа, переоборудовать для отправки на экспорт своего сжиженного сланцевого газа. Такие же тенденции в отношении сланцевой нефти. Также им Саудовская Аравия сейчас уже не такой друг, товарищ и брат, как когда-то. Поэтому американцы зашли со своей игрой, со своими планами, сделали ставку на курдов. А для Турции это имеет значение, ну, для выживания как государства. То есть курдский вопрос, это то, что может погубить Турцию как государство. Эрдоган это отчетливо понимает. И пытаясь противостоять американскому влиянию, он так или иначе вынужден сближаться с нами, потому что это не только вопрос помидоров, как прозвучало, помидоры не отделаются. Это стало чем-то и вопросом выживания, дальнейшей перспективы Турции как государства, либо ее распада по национально-этническому и религиозному признаку. Большинство курдов, они отнюдь не мусульмане, они езиды, не язычники. И на этой основе у них происходит противопоставление себя и мусульманам с суннитам, и тому же так называемому халифату, запрещенной террористической организацией, и славуское государство, которое их уничтожает, считаю наиболее такими враждебными себе людьми, тех, кто исповедует такие религиозные взгляды, как курды и зимы. Поэтому у Эрдогана возникает потребность объективная в тактическом, не то чтобы союзе, но нам громко сказано, союз в определенном сотрудничестве, взаимодействии с нами на данном этапе. То есть ему просто некуда деваться, по сути. Продолжать конфронтацию с нами становится для него опасно. Общество турецкое далеко не однородное, и те, кого он так явно клеймит, как врагов государства и народа, можно так сказать, как он их обобщает, геленистов, это далеко не все проблемы. И даже курды это далеко не все. Есть еще и огромная прослойка людей, которых условно можем называть кемалистами, те, кто выступал бы за светский путь развития Турции. То есть мы себе отчет должны четко отдавать, что Гюленд, что Эрдоган – это исламисты. И от идеи политического ислама, к чему они придут в будущем, трудно сейчас сказать, и прогнозировать трудно, чем это закончится. То есть это люди, которые свой выбор давно сделали, и будут его придерживаться. И пока совпадает в чем-то наш интерес и потребность, будет определенное взаимодействие. Начнется расхождение, будет ожесточенная конкуренция, и не только, то есть какое-то противоборство и в экономике, и в политике, в крайнем случае даже до каких-то проявлений в военной сфере. Поэтому к этому готовым уже быть просто. То есть вот это вот такое фанатичное «Ура! Дружба!» оно как бы невозможно. Неоправданное. Не то, что прежделенное, оно не будет, как своевременным не будет. Да, это просто тактический союз. И это понимают политологи, это понимает власть. Это понятно, это видно, что власть это понимает наша. То есть хорошо бы, чтобы еще и люди бы это понимали, потому что все равно вот эта террористическая угроза, она сохраняется, и то же самое на турецких этих самых курортах. Ну, те, кто сегодня так вот безоглядно начинает верить и туда бросаться с объятиями дружбы, ну, как бы это берет на себя такую ответственность. На сегодня это несколько промечу. Промечу, да, пока еще. Пока достабильность, даже внутри у них страны, это далеко. Я уже не говорю про их политику. В Сирии там, в браке. А вот так вот из системы вашей работы не слышно по этим структурам Хизбут-Тахлир, что какие-то изменения там, движения, что-то происходит. Давно вот что-то не слыхать. Ну, это больше, как бы, конечно, тем, кто профессионально занимается борьбой с экстремизмом, есть у нас такие структуры, причем именно в системе ВВД. Ну, насколько я понимаю, Хизбут-Тахлир определенным мерам подвергся. Буквально на этой неделе приговор получили организаторы ячейки в Санкт-Петербурге. Приговоры очень длительные, там, 16-17 лет. То есть организаторы выходца из Дагестана, те, кто пытались создать такую структуру в северной столице. В Крыму системно идет борьба, потому что при Украине Хизбут-Тахлира там была легальна, она занималась своей деятельностью. Сейчас это вводится в правовые рамки, что раз она запрещена, как признанная террористическая, то и ее деятельность должна быть прекращена. И она будет прекращена, то есть эти вопросы решаются. Она не остается без внимания. Я так понимаю, что со стороны Турции пришлось пыл-то поумерить в поддержке вот этой организации. Это пришлось, это объективно, то есть она вынуждена прекратить в определенной степени такую прямую поддержку финансовую, ну, идейную, скажем так, и политическую они в какой-то степени всегда будут оказывать, но в прямую ассоциировать себя с такими структурами они уже не будут. То есть, во всяком случае, пока вынуждены считаться с нами и пытаться сохранить конструктивные отношения с нами. Пока этого не хватает. Хочется надеяться, что наши спецслужбы и те люди, которые за это несут такую ответственность, они должны понимать это. И этот момент из рук не упускать. Буквально три года назад, когда мы еще националисты, тут наши беседы любительские, были у нас здесь наши представители сибирских татар. Не видел это случайно? Не, посмотрели. Посмотри, я. И такие вещи, мы просто от них услышали, просто, ну, как бы, очень сильно удивились. Понимаешь, ну, то, что есть такие вещи, вот как традиционные народы, автохтонные народы, да, которые проживали... Кореновое население. Как они себя и по праву, в принципе, исторически считают, ну, их очень мало. Но дело в том, что и среди них поднимается вот эта вот волна, вот этой русофобии, недоверие к русскому населению, исторической несправедливости того, что русские их тут полонили, колонизировали и встоптали в грязь, что Кучум хороший, Ермак бандит. Значит, вот такие вот, они нам высказывали такие вещи, что просто, ну, уши в трубочку сворачивались. Я потом их пригласил на повторную встречу, говорю, вы приведите с собой нормальных знатоков истории, мы поговорим. И много раз звонил, так и не привели. Значит, обещают, обещают, не привели. Ну, они сказали такую еще интересную вещь, что говорят, ну, тут-то, говорят, у нас еще ладно, у нас в Новосибирске тут это, а вот в Тюмени там, говорят, татары еще покруче. Это имеет историческое обоснование, потому что Ермак-то пришел вот в эти земли, как раз под Тюмень, и там Кучум получил первые удары. Вот. И вот такие вот исторические вещи, похожие с тем, что связано с Украиной у нас, с Казахстаном, вот там тоже наворачивается вот эта историческая, и псевдоисторическая русофобия, она происходит. И все это, все это основывалось как раз на идеях именно пантюркизма, поддержка Турции, соединение тюркских народов. И все это, централизация идет именно в Турцию. Я думаю, Турция это, политологи, и те, кто в Турции занимается какие-то спецвещами такими, они прекрасно это понимают, видимо, организаторская вот эта вот деятельность идет. Литература поступает оттуда, дай бог, только литература. Действительно, с 90-х годов, у меня родственники есть, сибирские татары, влияние Турции ощущается. Финансирование как бы просветительской деятельности, язык, культура, история, но если это оставлять бесконтрольным, и самотеком, и быстро принимают форму противопоставления. Как на Украине, и в Казахстане сейчас легко прививаются вот эти взгляды, тем более с ухудшением какого-то социально-экономического статуса, да, они становятся все более востребованными, когда снижается уровень жизни, растет безработица, растут цены, люди начинают более активно делиться и по национальному, и по этническому признаку, начинают находить объяснения, видеобаза врага там, то есть где-то это глядываем искали, где-то это свяжет это с какими-то историческими легендами, какими-то прочитанными вот этими псевдо-иторическими вымыслами, и все это вложится на психологию людей как-то странно, странным образом. нельзя сказать, что эти вопросы остаются вообще без внимания, то есть я думаю, что большая опасность именно от таких этнических групп, как сибирские татары, она не исходит, в большей степени, конечно, в большей степени подвержены оказались именно экстремистским взглядом, это мусульмане по вложи, татары, проживающие там, они, скажем так, исторически и этнически мало связаны и мало общего с татарами сибирскими, объединяет в основном только название и язык, а остальное, в общем-то, это разные народы и то ли по их многочисленности проживанию компактному, но и со стороны вот этих центров влияния и силы, они подвержены были больше, то есть и там результат негативный для нас, как государства, для общества он больше, там были откровенно не то, что экстремистские террористические проявления, то есть там приходилось спецслужбам обезвреживать боевиков, исламистов еще до активности так называемого ИГИЛ, до за несколько лет уже начинались откровенно террористические проявления в виде создания ячеек, накопления оружия, взрывчатки, все это в Поволжье имело место быть и даже потери там были у той же федеральной службы безопасности, когда обезвреживали эти структуры, то есть совершенно реально проходили спецоперации, когда так же, как в Санкт-Петербурге выходцев из Кабардино-Балкарии обезвреживали буквально чуть больше суток назад. Такие же точности процессы шли и в Поволжье, и они еще могут идти, потому что там убивали этих тоже муфтиев и целенаправленно шла замена традиционного исламы меняли на представителей духовенства на более экстремистских тех, кто получили определенный заряд не меньше, чем на Кавказе. Тех, кто отучились в Каире, те, кто идеями экстремальными проникся, занимали места. К чему веду свою мысль? Я думаю, все-таки вот с этой стороны, с этой точки зрения, вот как раз улучшение отношений с Турцией, в принципе, оно положительное для нашей страны, потому что сегодня, наверное, спецслужбы получают больше такой момент влияния и как бы не то, что влияния, возможности как-то сотрудничать в конце концов. Ну, я не думаю, что до прямого сотрудничества может дойти, но в минимальных объемах обмен информацией какой-то взаимодействия возможно, но в большей степени важно то, что придется придержать, образно говоря, коней турецких спецслужб в работе с нашими регионами мусульманскими, им придется определенную сдержанность проявить, потому что это не становится каким-то секретом, это может быть нашим партнерам турецким предъявлено как законная претензия, материалы накопленные определенные, есть, придется в этом плане немножко аппетиты поумерить, в этом положительный эффект. на что-то более долгосрочное, фундаментальное я бы не рассчитывал в отношениях к Турции, нужно держать ухо во строке, как говорится. Высшие политики имеют возможность рассчитывать. а нам просто не обольщаться и не думать, что у нас все так идет замечательно и завтра всем можно собраться и поехать в четырех и пятизвездочные отели. Торопиться не надо с этим. Будет стабильность, поедем, а посмотреть надо на все это, повнимательнее. Еще один момент, Дмитрий, знаю, что ты в этих вопросах тоже специй. Я вот так размышляю, в кавычках конечно наши, но те исламисты, которые проживают на территории России, у них сегодня идеологическая такая есть установка, что шииты и суниты это враги, полные враги. То есть возьми какого-нибудь человека из этих исламистскими идеями напичканного и попробуй спросить, кто такие шииты, он скажет, это не человеки. Это, конечно, идет вот я о чем? Я говорю о том, что искусственно созданное об этом мы тоже уже говорили, созданное противостояние шиитского и сунитского мира. И она сегодня как бы контрастирует еще больше в связи с этим то, что Россия пошла на сближение военное сотрудничество с Ираном и защищает там защищает действительно Сирию, по сути шиитский мир, хоть там их меньшинство и можно назвать их околошиитами. Они не совсем делают шииты, которых привычный. это шиитский мир. Вот эти вот события последние в Йемене, когда Катар саудиты наносят удары по хуситам или зейдитам, их правильно называть, зейдитами, с точки зрения, это тоже околошиитское направление. То есть шиитский суннитский мир находится в колоссальном противостоянии и Россия склонялась именно на сотрудничество с шиитским направлением. Хотя в России все это знают прекрасно. подавляющее большинство конечно больше 90% сунниты. Шииты очень ограниченно представлены Дагестаном и проживающие у нас здесь Азербайджанцы. Да, да, да. Не вижу примеров таких. Ну, там в Таджикистане там ты сказал. Значит и вот это сотрудничество России за границей именно с шиитами в мусульманском мире оно конечно не может не накладывать отпечаток на мысли наших российских суннитов. Это имеет негативный оттенок для ситуации внутри страны. Согласен. Хотя бы сближение с Турцией это положительно. В этом отношении в общем-то положительно. Вот этот момент я как бы обдумываю. Даже тот же Ирак сегодня уже считает это шиитская зона. Там большинство населения шииты. Там большинство шиитов, но раньше была правящая структура. Верхушка вся структура вся вертикаль властная была сунниты. И этот взрыв связанный с ИГИЛом и всей этой катавасией которая началась потом на Ближнем Востоке это как раз противодействие вот этого свергнутого суннитской власти именно шиитам. И сегодня шииты это Ирак и Иран и Сирия считай и и Йемен и Ливан самые боеспособные силы там тоже шиитские. Вот и в этом отношении да. Сближение с Турцией в общем-то положительный фактор. только можно в этом отношении только приветствовать. Мы не можем придерживаться какой-то одной стороны. Это опасно для нас самих. Россия должна иметь более распространенное влияние на весь исламский мир. Нельзя однозначный выбор делать в чью-то пользу потому что это отталкивает миллионы наших саграждан. Буквально миллионы может настораживать как минимум. потому что ему не объяснишь им сейчас вдавливают в голову только одно вот нашим суннитам в виде моих проповедники там или где-то в мечетях может быть не открыто но все равно вдавливают в голову что шииты это не люди. Самое мягкое выражение слышал в Гушетии ну это молодой девушке верующей что они заблудшие у других более жесткие что они для них они враждебнее опаснее чем допустим христиане или неверующий потому что тот же неверующий может стать мусульманин теоретически мы допускаем только тот же христианин он проще как бы может как они считают проникнуться ценностями того ислама который для истины для них но шиит воспринимается как нечто неисправимое абсолютно неприемлемое то есть то что враждебность взаимная шиитов к суннитам и суннитов по отношению к шиитам она зашкаливает то есть чем к любым другим представителям других конфессий потому что они воспринимают это как отступление от не то чтобы догма от того что считают истинным хотя еще пару десятков лет назад об этом почти не слышали кроме Ирана и Иракской войны таких вот столкновений глобальных не было потому что это еще не расшевелили не дестабилизировали то есть меньшинство суннитское в Ираке и меньшинство условно шиитское в Сирии держало под контролем ситуацию Ливан только шел процесс оттуда вымывания он окончательно завершился христиан других конфессий которые вынуждены были покидать некогда цветущую страну то есть сейчас действительно там некоторое количество есть христиан и большую часть составляет не то чтобы население а вот роли во всем в политике в управлении страной внешней политике это конечно шииты в прямом вмешательстве в процессы в Ираке в Сирии там задействованы именно наиболее идейные мотивированные представители шиитов в виде подразделения Хизбалы либо Лива Аль Куц спецназа это шииты убежденные фанатичные всего этого еще не было 10-15 лет назад но все это созрели эти процессы объективно причина может быть политики запада непродуманные когда они считали что продуманная но я не думаю что так уж это надо было европейцам которые сейчас рискуют в перспективе перейти на дорогую число и гаджи удар по Ираку нанесли не европейцы в том то и дело что выступали против европейские страны не считая таких как Польша или там например Украина Британия это традиционный союзник во всем во всем любой авантюрик остальные с унитом Ирака там были уши американцев и Израиля нанесен был удар в то время когда Ирак стерли как государственное образование там Израиль очень сильно кстати тогда Эрдоган проявил незаврядную волю политическую он не только открыто против выступил он отказался предоставить базу для операции американцев против Ирака в этом плане нельзя ничьим марионеткой считать он волевой жесткий сильный политик но надеется на то что он способен на какие-то длительные откровенные устойчивые стабильные отношения нет у него четкое понимание своих интересов своих властных амбиций и желание не только устоять самому как политику но и распространить влияние Турции как можно дальше в надежде на арабскую весну он надеялся действительно в какой-то форме отдаленно напоминающей но влияние расширить до чего-то такого ну квази что ли как сказать не то чтобы империи да с Османской империей наверное уже ничего не сравнится и повторение невозможно но некое подобие какое-то пытался создать это одной из целей возрождения что пойдет сейчас и как получится мы посмотрим в ближайшее время будет многое по ним по крайней мере вот та позиция которую заняла наша страна наша политика довольно разумно нравится это Евросоюзу или нет американцам нравится или нет это наше дело потому что на данном этапе это вполне отвечает нашим интересам спасибо Дмитрий на этом спасибо всем кто нас имел силы дослушать спасибо спасибо